Мне очень волнительно делать свой доклад после предыдущего, потому что мне посчастливилось быть у отца Виктора. И я свое впечатление помню, что когда я к нему подошла, мне охватила какая-то ужасная радость. Я даже так глупо смеялась, не могла остановиться. Знаете, такая детская. Так что, спасибо. Вообще большая честь выступать здесь, среди святых отцов, среди моих коллег по школе Иоанна Богослова, в которую, когда я прихожу, я тоже немедленно ощущаю себя ученицей. Особенно, когда по расписанию это первый урок, он начинается с молитвы. Все дети, кто сидит, кто лежит еще, зимой темно, свет только начинается за окнами, и Ливика говорит, что-то рассказывает, и ты ощущаешь себя таким учеником. И эти вот два дня, которые здесь мы тоже провели, в таком состоянии ученичества, и большое спасибо за это. Я буду говорить о дневнике Сары Григорьевны Минц, одной из самых значимых фигур филологии второй половины XX века, оказавшей большое влияние на гуманитарное знание, лидера гуманитарного направления, который занимается изучением русского символизма, творчества Александра Блока, супруги и сподвижницы всемирно известного ученого Юрия Михайловича Лотмана. Об этом тоже посчастливилось знать не только из литературы, но и лично общаться с этими людьми. У Любови Николаевны Киселевой, которая здесь выступала, есть статья «Общение как воспитание», в которой она пишет, как воспитывала само общение с Юрием Михайловичем Лотманом, она о нем пишет. Но то же самое можно сказать и о других преподавателях, у которых мы оказались. Я поступила в Тарцкий университет в 1982 году, туда приехали многие ученики средних школ, выпускники из разных сторон Советского Союза, кто как попал в это пространство, но все поняли, что они попали в особое пространство. И этот воспитательный процесс, он совершался не только на лекциях, которые, конечно, мы посещали, но он был таким постоянным. Может быть, это из-за того, что город Тарту маленький, это сообщество русских филологов и того меньше, и все знали, что происходит. Все знали, например, что нужно идти в киноклуб, потому что в киноклубе показывают кино, там привезли фильмы Тарковского, туда пошел Лотман, Зара Минц, и мы не можем туда не пойти, потому что они пошли. Или я помню такой разговор тоже, когда Юрий Михайлович спросил, а почему вас не было на концерте? То есть, таким образом, мы понимали, что вот это обучение, оно происходит постоянно. И даже сам внешний вид, сами встречи с этими людьми, случайные на улице, когда Юрий Михайлович при встрече с первокурсницами снимал галантную шляпу перед каждым, они тоже поднимали сразу тебя на какой-то новый уровень. Известно было также, то есть мы оказались в таком пространстве, где наши учителя очертили перед нами круг того, чему стоит учиться, что входит в сферу их уважения. И в этой сфере тоже была и религия, потому что мы знали, что к студентам, которые верующие, относятся с особой бережливостью, с особым уважением в то советское напряженное время. И, таким образом, уже вот это само их отношение к религии нас воспитывало. Кроме того, конечно, на лекциях они говорили о русской литературе и не могли не обойти духовные вопросы в ней поднимавшиеся. И я помню свое личное впечатление от лекции Зары Григорьевны, которая рассказывала об очень сложных взаимоотношениях символистов, когда многие занимались жизнестроительством, я помню ее лекцию о Нине Петровской и Брюсове, который проводил такие эксперименты с чувством этой женщины, и ее реплику, что она не понимает, зачем люди занимались таким саморазрушением. То есть она всегда находилась в очень ясной такой позиции, она понимала и разбиралась в этих всех хитроспретениях, чистолюбий, каких-то культурных влияний. У нее был такой очень тонкий и точный человеческий камертон. И она поражала необыкновенной простотой в общении. Ну, многие говорили, что это такая демократическая традиция, которую наши учителя унаследовали из Ленинградского университета, они были выпускниками Ленинградского университета, что это так принято. Такой высокий академизм, простота, которая из высокого академизма проистекает. Но у Зары Григорьевны чувствовалось и другое. Это полное отсутствие позы, рисовки. Такая очень чистая внутренняя струна звучала в ней, и это очень тонко ощущали мы, студенты. В выступительной статье к 11-му блоковскому сборнику, последней, которую сама Зара Григорьевна редактировала, она писала. «Правота и ценность поэта измеряются не тем, правильные или неправильные слова, — говорил он, — а высотой дара, глубиной боли, заплаченной за творчество». И вот сегодня хотелось бы добавить несколько штрихов к описанию высоты дары Зары Григорьевны как ученого, педагога и человека. Зара Григорьевна была одной из первых, кто собирал свидетельства мемуаристов. Она понимала, что она живет в такую эпоху, когда свидетели Серебряного века, той эпохи, которой она занималась, еще живы, они могут что-то рассказать, и она постоянно побуждала людей писать мемуары. Так, например, благодаря ей оставила замечательную книгу мемуаров Тамара Павловна Милютина, внучка отца Николая Бижанецкого, расстрелянного большевиками в 1919 году и канонизированного православной церковью. Сама пострадавшая, одна из активных деятелей русского студенческого христианского движения, жена расстрелянного Ивана Аркадьевича Логовского, вот именно, и очень светлый человек, и именно благодаря Заре Григорьевне она оставила мемуары, потому что Зара Григорьевна понимала, что все нужно записывать. И в одном из писем к Тамаре Павловне она писала, «Одна из основных задач каждого культурного человека не дать погибнуть той части истории, которая известна ему и только ему». И очень интересно было обнаружить в архиве Зары Григорьевны ее собственные записи. Никто не знал о существовании ее мемуаров. И они недавно были обнаружены. И это дневниковые записи школьницы Зары Минц 1941-1944 годов. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот они вот так выглядят. Это такие серые длинные листы обойной бумаги, исписанные детским почерком, несколько тетрадок с ее стихотворениями, которые она сама переплела, оформила в виде такого тома сочинений «Араза Цнима». Это имя написанное наоборот. И дневники эти очень интересны. И интересны именно в свете темы нашей конференции. Во-первых, мы помним, что это глубоко советские годы. Она, Зара Григорьевна, родилась в 1927 году. И эти дневники она пишет в 1941-м, когда ей 12-13 лет. День рождения у нее в июле. Во-вторых, это еврейская семья и родители Зары Григорьевны – атеисты. Причем, как сейчас, разыскиваются некоторые, есть потомки со стороны матери, Синдирихина и Фрида Абрамовна, которые занимаются разысканием материалов о ее прошлом. И, кажется, она была эсеркой, то есть принадлежала к такой радикальной партии. И отец и мать были врачами. Отец закончил Бехтеревское училище и работал санитарным врачом. Причем он заведовал государственной санитарной инспекцией в Ленинграде. Кроме того, он был автором нескольких брошюрок, где на таком популярном языке рассказывал для крестьян о жизни животных и растений. И таких сохранилось где-то шесть его книг. То есть семья, как будто бы на первый взгляд, совершенно нерелигиозная, довольно далекая от православия. И все это мы будем учитывать, когда будем говорить о дневниках 13-летней Зары Григорьевны. И здесь нужно сказать, что дневник этот во многом подтверждает то, о чем говорилось на нашей конференции. О самом значительном, о самом серьезном, о самом потрясающем Зара Митц в дневнике не пишет. Она не пишет о смерти матери, которая умерла в 1939 году от рака, и не пишет в дневниковых записях 1944 года о смерти отца, который остался в блокадном Ленинграде, потому что он был санитарный врач. Он считал, что в блокаду будет для санитарного врача много работы. Он остался и умер от истощения. И об этом в дневниках нет никакого упоминания. То есть о самом важном тишина, вот та тишина, о которой говорили. Во-вторых, интересно, что дневник начинается как форма разговора с самой собой. Он начинается с описания такого своего внутреннего состояния, когда Зара Григорьевна осознает свое взросление. И есть очень тонкое и точное описание, что же происходит с ней. Она чувствует отделение такого чистого, естественного человека от человека внешнего в себе. Вот как она начинает. Сегодня я начинаю вести дневник. А то все девчонки пишут, а я рыжая, что ли. У нее такой залихватский стиль, немножко такой боевой. Начну с сегодняшнего дня. Сегодня у меня две неприятности. Утром, когда я шла в школу, мне встретилась Нинка. Я обрадовалась, подошла к ней, а она говорит таким голосом, как наша учительница. Ох, Зарка, и изменилась ты. Я спрашиваю, а в чем? А она говорит, да так, взрослую корчить стала. И сама Зара Минс осознает вот эту свою перемену. Она пишет о том, что я ничего не корчу. И потом, не все же время маленькой быть, уже в шестом классе. То есть, она на самом деле очень ценит простоту. И в ее дневнике очень много таких положительных характеристик. Хорошая девчонка, простая. Или мы подружились с девочками. Очень хорошие, простые девочки. Эту простоту она ценит. Поэтому она понимает и сама в себе видит вот это раздвоение. Вторая проблема, вторая неприятность, которая послужила поводом к написанию дневника, это школьная проблема. Зара Минц отличница, но она дружит с нехорошей компанией. Она слишком много внимания уделяет на футболиста и дручуна Вальку Фридмана. Валька непререкаемый авторитет во дворе. Когда я шла домой, на меня у проходного двора какие-то хулиганы набросились. Я уже собралась драться, но один из них вдруг заорал. Ой, эту не трогайте. За нее Валька заступится. И меня пропустили. То есть такой авторитет. При этом, конечно, двоечник. И учителя очень обеспокоены. И тут мы видим глазами ребенка, как она воспринимает что же учителя, как эти действия педагогических учителей. С нашей современной точки зрения эти действия покажутся, может быть, не тактичными, потому что учителя просто откровенно начинают ее воспитывать перед всем классом. Но при этом поражает такая глубокая заинтересованность учителей в успехах ученицы. Конечно, это еще советская система, где оценки играют очень важную роль. И трагедией для Зары Минц является хорошо по алгебре. Не отлично, а хорошо. А потом в школе Дмитрий Вячеславович вызвал меня по геометрии к доске. Я ему все ответила. Только один раз запнулась, а он говорит плохо, плохо. Раньше вы математику блестяще знали, а теперь еле-еле на четверку. Так нельзя. Вы бы меньше на последнюю парту поглядывали, да побольше задачи решали. И поставил хорошо. Да еще так ехидно улыбнулся и на последнюю парту поглядел. А там Валька Фридман сидел. Все как захохочут. Я села на место и заревела. А он подошел ко мне, не надо плакать, надо исправиться и начал. Мы видим, что учитель довольно бесцеремонно вторгается в эти отношения. Но при этом она очень любит этого учителя. Дальше в дневнике есть сцены, когда школьники едут на работу в колхоз, она стоит у открытого окна, и вдруг сзади слышит голос Дмитрия Вячеславовича. Отойди немедленно. Он оказывается тоже в этом поезде. Они страшно рады, но он тоже очень сдержан. И вот это постоянный мотив людей, которых любишь, которые тебя любят, но постоянно подчеркнута сдержанность. И даже Зара Минц пишет, он сдержан, он мне очень сильно моего папу напомнил. То есть отец тоже сдержан. Вторая учительница, сильно озабоченная вот этой ситуацией, идет домой к Минцам. Софья Палеектовна Белицкая, она удалась найти ее фамилию, она филолог, и она встречает во дворе Зару и говорит, ого, ты в школе совсем другая, здесь ты лучше, проще. То есть опять отмечен вот этот мотив раздвоения и простоты. И Зара Минц объясняет самой себе в дневнике, еще бы, в школе ведь валька, и вообще, и в классе у нас все такие взрослые, а я разве рыжая? А дома подумаешь, тут все свои. И надо сказать, что Софья Палеектовна приходит и беседует дома с отцом. Кто такие свои? Мама уже умерла, и вот на тот момент, когда мы читаем дневник, свои – это отец, домработница Нюра и дети соседей, Марка и Ким, которые часто приходят ночевать, потому что их отец пьяный. Они приходят, видимо, коммунальная квартира, они приходят к Минцам и проводят у них вечер и ночуют. И Зара Минц посылает Марку подслушать, что там говорит папа с учительницей. Марка ничего не понимает и слышит только страшное слово «тенденции». И Зара пишет «Какая глупая Марка, такая взрослая, не знает, ничего не могла услышать. Мне неохота, мне неудобно было самой подслушивать». И дальше начинается беседа, как ведет себя отец. Вечером папа долго молчал и все курил свой беломор. А потом вдруг спросил «Слушай, Зара, твой Валя, он читал Шекспира?» Тоже папа спросит «Конечно, нет, он мало читает, зато он футболист». Я говорю это папе, а он говорит «Ну что ты в нем интересного нашла? Ведь Ким гораздо умнее». Сравнил тоже. Понятно, Ким умнее, он больше меня читал и в шахматы лучше играет, совсем другое. И потом отец долго с ней разговаривает, говорит, что ему трудно, потому что он один ее воспитывает. Я даже заревела, так обидно стало. И мы помирились, я дала слово, что окончу год на отлично. Про Вальку я ничего не сказала, но папа и не спрашивал. То есть папа очень бережно и очень аккуратно воздействует на нее в этой ситуации, не спрашивает. Когда мы спать легли, я долго не могла уснуть. Так жалко папу было. То есть его педагогический прием был рассчитан на то, чтобы это чувство любви и жалости к нему возникло. И интересно, как дальше разворачивается ситуация. Дмитрий Вячеславович, учитель алгебры, заставляет учеников, которые хорошо успевают, заниматься с отстающими. И Заре он поручает заниматься с Валькой, с тем самым Валькой. И она ему объясняет алгебру и спрашивает, он понял или нет. Он говорит, нет. Ну, я эту алгебру давай лучше анекдот расскажу. И тогда я его спрашиваю, а ты, Валя, читал Шекспира? То есть она задает ему тот самый вопрос, который отец ей подсказал. Он покраснел, как рак, читал, говорит, Гамлет и еще Отелло. Тогда я по своей дурацкой привычке ехидно спрашиваю, а коварство и любовь читал? То есть мы видим, насколько образована Зара Григорьевна и что она ему Шиллера вместо Шекспира читал, говорит, мировая книга. Тут я как захохочу и убежала домой. Никогда не думала, что он такой дурак. И вот после этого эпизода уже Валька в дневнике практически не упоминается. То есть отец вот этой своей очень осторожной беседой дал ей понять, что это мальчик не того уровня и она уже не с ним нет вообще упоминания о нем. А год она заканчивает на отлично. И это очень радостный день, когда она заканчивает год на отлично. Отец ей дарит одиннадцатитомного Маяковского. Она чувствует гармонию такую, радость. И надо сказать, что вообще вот в этой душе этой девочки подростка очень остро есть такое чувство гармонии с окружающим миром. Она ощущает ее в единении с природой и в единении с творчеством. Сегодня замечательная погода. Такая весенняя, солнечная, радостная. На нашей улице даже бензин чем-то весенним пахнет. Вечером пришел Ким и мы пошли на него. Как красиво. Солнце где-то за домами, луна взошла большая, вода в неве от нефти разноцветная, а в середине синяя, как небо, только потемнее. А в небе маленькие розовые облачка, и солнце освещает все и тихо, и тихо. А потом Ким читает стихи средь полей необозримых. То есть Ким читает описание надмирного вселенского пейзажа в лермонтовском демоне. Безруля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные светил средь полей необозримых в небе ходят без следа облаков неуловимых волокнистые стада. И Зара пишет захотелось не то плакать не то смеяться так хорошо было и так подходило стихотворение очень такое острое чувство гармонии. И дальше это чувство продолжается уже вечером. Папа сейчас с Кимом в шахматы играет я пишу Марка смотрит на них ничего не соображает Нюрка вяжет чулки скоро 12 часов на улице сера и так хорошо опять. И надо сказать, что вот здесь она упоминает что сейчас она пойдет спать и будет читать иудейскую войну. Скорее всего речь идет об одном издании романа Леона Фейхтвангера иудейская война Фейхтвангера в 1937 году приехал в СССР написал хвалебную книгу как ему там все понравилось его стали переводить и публиковать и иудейская война была такой настольной книгой интеллигенции она вышла в 1937 году ее все читали что там понимала 13-летняя Зара Григорьевна сказать трудно но повествование там идет о 60-х годах первого века о разрушении Иерусалимского храма конечно это сложный очень роман в котором и позиция самого Фейхтвангера сложная он пишет это все с аллюзией на современность в 1932 году в Германии накануне прихода к власти Гитлера но там есть и описание храма там есть описание людей которые жертвуют своей жизнью ради веры беседовал Лизара об этом с отцом спрашивала ли она ничего мы не знаем есть только одна строчка пойду читать иудейскую войну может быть она вообще читала дореволюционные издания иудейской войны Иосифа Флавия что тоже может быть но одним словом здесь вот мы видим эту гармонию познание такой интеллектуализм и надо сказать что часто дневник играет роль не просто фиксации но исповеди и исповеди беспощадной она фиксирует Заре Минц все сцены ссор и в том числе ссору с этой домработницей Нюрой она приходит из школы Нюрка злая чего-то обед простыл а она орет иди жрать живо грубо говорит подумаешь какая не сяду вот и нарастает ссора и вдруг Нюрка в слезы оказывается что она письмо получила что у нее в деревне от скарлатины сестренка умерла как будто я знала и папе пожаловалась а папа разозлился жутко три часа мне нотацию читал что с человеком который тебя обслуживает надо быть вежливым при любых обстоятельствах что Нюре нелегко что я не маленькая и стыдно чтобы домработница мне кровать стелила и косы заплетала а под конец сказала чтобы я перед Нюрой извинилась как будто я сама не понимаю мне жалко Нюру стало но я же не знала что у нее несчастье извиняться не буду а кровать сама завтра постелю а с Нюркой ругаться не буду но она меня и так простит вот это интересно тоже что домработница Нюры она сильно привязана была к этой семье и кстати в одном из писем 80-го года Зара Минц упоминает что она была в Ленинграде и встречалась там с Нюрой а кроме того известно и вот тут сошлюсь опять на Любовь Николаевну что Зара Григорьевна рассказывала что помнит что ее няня может быть Нюра может быть нет тут тоже нет у нас уверенности водила к причастию и что она ее крестила но об этом это такое было как бы неявное знание ее самой о себе дневник да и есть и другие сцены сцены ссор которые беспощадно и очень подробно Зара Минц фиксирует таким образом мы видим что дневник играет роль такой исповеди и конечно тут очень много сведений очень интересных о том как она воспринимает начало войны в традициях советского времени с восторгом подумаешь война девчонки заплакали такие дуры подумаешь война и при этом почти цитата из советских фильмов того времени которые упоминаются в этом же дневнике например в фильме фронтовые подруги о котором Зара пишет что она его смотрела там одна из такая есть такой персонаж Чижик молоденькая девушка которую не берут в отряд санитарок потому что она очень маленькая она говорит не бывать этой войны без меня она так рвется на эту войну это фильм 41 года о финской войне и Зара Минц в этом же ключе так восторженно эту войну сначала принимает потом она уезжает со своей школой в деревню и здесь фиксируется ее взросление во-первых и в понимании трагичности войны которая происходит я очень давно не читала сейчас как посмотрела как будто внутри что-то перевернулось как много городов наши оставили Галя говорит что мы все равно победим это я знаю а все-таки жутко и вот это взросление оно происходит параллельно с трудом с воспитанием трудом потому что вот эта девочка Зара Минц которая не умела себе заплетать косы и стелить постель оказывается в колхозе в жестких довольно условиях девчонки смеются что она не умеет мыть пол и она этому учится с таким подобающим ей упорством она это делает потом блестяще и героически работает в колхозе ну потом был сложный путь Зара Григорьевна и в конце вот это такая тонкость конечно связана тонкость дневника и с ее огромным несомненным литературным талантом но и с таким начатком духовного пути потому что в конце жизни Зара Григорьевна умерла в 90-м году после операции в Италии и была крещена еще раз как бы под условием потому что она сама была не уверена в том крещена ли она и по решению ее сына и по ее настоятельным просьбам при жизни которые он слышал но вот это крещение под условием уже было когда она была в бессознательном состоянии и потом тело ее было привезено и было отпевание в Тартусском Успенском соборе и вот такая чистая Зарга Григорьевна вошла в царствие небесное спасибо спасибо